Доброе утро, уважаемые коллеги, глубоко уважаемые председатели, организаторы. Спасибо огромное за возможность выступить на этой конференции второй раз. Крайне интересная конференция, как и в прошлом году. И хотелось бы сейчас немножечко поговорить о тех изменениях или о тех дополнениях, которые произошли за 2019 год. Но прежде чем говорить о тех исследованиях, которые были доложены в этом году, мне бы хотелось задать небольшой вопрос для аудитории. Если мы находимся, гипотетически находимся в начале 2019 года, у нас есть пациент, у которого имеется зарегистрированный рецидив злокачественного образования слизистой оболочки полости рта и лёра фарингеальной зоны, что бы мы назначили ему в первой линии лекарственной терапии на момент начала 2019 года? Прошу проголосовать. У нас всё голосование на экране, на наших телефонах, у каждого есть. Голосуем. Сейчас, я надеюсь, наша IT-служба переключит. У нас на голосовании идёт 10 минут, как правило, 10 секунд, извините. Это кажется очень быстро, но на самом деле 10 секунд, это как практика показывает, очень долго. Это очень долго, но за это время и наши регионы успевают проголосовать, и все в зале. Да, я думаю, что голосование закончено, и действительно, большинство, практически 53 пациента, 53, прошу прощения, респондента, ответили, что в рамках первой линии терапии выбрали бы режим экстрим, безусловно, хорошо себя зарекомендовавший режим, хорошо доложенные результаты, каждый третий пациент имеет ответ. Спасибо огромное, что мы имеем возможность так думать, и я надеюсь, что мы имеем возможность так делать. Но жизнь не стоит на месте, ситуация меняется, какие же изменения мы имеем на сегодняшний момент. Первый большой пул вопросов, как лечить ранее резектабельный или местно распространённый рак, что нам стало известно за 2019 год. Те исследования, которые были доложены на АСКО 2019 года, большинство из них относилось к назофарингеальной карциномии, это разновидность плоскоклеточного рака органов головы и шеи, который, безусловно, стоит уделять внимание, потому что на сегодняшний момент заболеваемость также имеет, к сожалению, тенденцию к росту, и все значимые исследования были представлены нашими китайскими коллегами как, собственно, эндемичными представителями данного заболевания. И одно из интересных исследований, исследование третьей фазы, которое сравнивалось индукционной химиотерапией в стандартном режиме цисплатин-5-торурацилом с последующей химиолучевой терапией по сравнению с просто химиолучевой терапией, у пациентов с местно распространенным раком. Достаточно большое исследование, включено 436 пациентов, простой дизайн, и посмотрите, какой выигрыш получают пациенты местно распространенным назофарингеальным раком, которые получают индукционную химиотерапию стандартным дуплетом платины и вторпиримидинов. Здесь есть выигрыш и по выживаемости без прогрессирования, и по выживаемости без отдаленных метастазов, и по общей выживаемости. Все эти показатели достоверны, поэтому, возможно, данная опция для данной категории больных будет рассмотрена. Мне бы хотелось обратить внимание, я прошу прощения, на то поле, которое мы видим в левом, правом верхнем углу. Безусловно, мы говорим о тех зарегистрированных препаратах, которые на сегодняшний момент есть в рекомендации, но мы должны четко различать те рекомендации, которые позволяют нам использовать препарат для данной локализации, и те рекомендации, которые нас ограничивают в использовании данных препаратов в какой-либо линии терапии. В настоящий момент речь пока шла только о зарегистрированных препаратах, но без рассматриваемой опции в рамках индукции. Еще одно исследование также наших китайских коллег, которое еще раз показывает эффективность, которая, в общем-то, уже была показана в 2016 году для пациентов с назофарингеальной карциномой. Преимущество имеет, безусловно, схема не цесплатин с торпирамидинами, а гемцитабин с торпирамидинами. Также достаточно большое исследование у пациентов с назофарингеальной карциномой, которым в рамках индукции проводили режим GP с последующей химиолочевой терапией. И, безусловно, режим GP показал свое преимущество, но, к сожалению, только выживаемость и беспрогрессирование. Необщая выживаемость оказалась одинаковой у пациентов с индукционной и неиндукционной химиотерапией. Но, тем не менее, опять же, об этой опции стоит задумываться для пациентов с назофарингеальным раком, особенно в местно распространенных его формах. Очень важный вопрос, который начинает активно обсуждаться, и 2019 год, хорошее тому подтверждение, это возможности использования ингибиторов контрольных точек иммунного ответа для лечения местно распространенного рака, возможно, в неоадевантном режиме перед проведением хирургического вмешательства. Интересное исследование было рассмотрено также НАСКО 2019 года, проведенное нашими американскими коллегами, MD Anderson Cancer Center. И в данном исследовании использовались анти-PD-L1 ингибиторы в сочетании с анти-CTLA-4 ингибиторами, либо анти-PD-L1 ингибиторы в монорежиме, в неоадевантной терапии, с последующим хирургическим лечением, адевантной химио-лучевой терапией и последующим переводом на анти-PD-L1 поддерживающую терапию. И самым главным вопросом, который исследователи перед собой ставили, это, собственно, то возможное воздействие на мутационную нагрузку клетки, то возможное воздействие на микроокружение клетки, с возможным повышением уровня CD8 опухоли инфетрирующих лифоцитов, которые, собственно, повышают чувствительность самой опухоли к ингибиторам контрольных точек иммунного ответа. И, в общем-то, было достаточно достоверно показано, что не только хорошая выживаемость без прогрессирования у той группы пациентов, которая получала как монотерапию, так и комбинацию с достаточно низким профилем токсичности, но очень большое число объективных ответов, практически 43 пациента. После проведенной индукции ингибиторами контрольных точек иммунного ответа смогли показать практически полный терапевтический ответ с наибольшим максимальным частичным ответом до 32%. И 79% пациентов, это достаточно большой показатель, при иммуногистохимическом исследовании показали повышение инфильтрации CD8 опухоли инфетрирующих лифоцитов, что позволяет задумываться о том, что в удювантном поддерживающем режиме антипидиалиадинтерапия будет у данной когорты пациентов также достаточно эффективна и будет коррелировать с хорошим объективным ответом. Новые препараты, которые были представлены для данной когорты пациентов, напоминаю, что мы говорим о местно распространенном плоскоклеточном раке органов головы и шеи, исследование, которое представлено группой Гортек, представлено на ЭСМО 2019 года. Это конкурентная химиолочевая терапия с высокими дозами цисплатина, с добавлением так называемого ингибитора, ингибитора фапаптоза. Это препарат, который воздействует на внутренние эндогенные ингибиторы коспазного цикла, называется он в рамках клинического исследования ДЕБИ-1143, достаточно простой, опять же, дизайн исследования, две группы пациентов в сравнении с препаратом, в сравнении с плацебо. И посмотрите, пожалуйста, прекрасные результаты исследователи получили, они получили улучшение локорегионарного контроля у пациентов, которые получали ингибитор-ингибитор апаптозы, и достоверное увеличение выживаемости без прогрессирования, которое также было статистически значимо в той группе, где проводилось лечение с исследованием препарата. Повторюсь, препарат не зарегистрирован, пока проводится только третья фаза исследований. Еще одно исследование, которое было обновлено в 2019 году, его результаты были представлены в июне 2019 года, это рандомизированное исследование адъювантной терапии у пациентов с нерезиктабельными опухолями головы и шеи высокого риска после конкурентной химиолучевой терапии, в котором в адъювантном режиме проводили афотениб. Препарат зарегистрирован, но не для адъювантной терапии опухоли данной локализации. И, к сожалению, никакого выигрыша от назначения данного таргетного препарата все-таки не получили, несмотря на достаточно неплохие факторы переносимости в адъювантном режиме. Вторая линия терапии. Здесь, к сожалению, мы вынуждены развести руками. Очень мало исследований, которые позволяют нам надеяться на какие-то прорывы. На сегодняшний момент во второй линии лечения рецидивирующего рака органов головы и шеи. Единственное исследование, которое, по моим представлениям, заслуживало внимания, это исследование компании AstraZeneca, исследование ИГЛ, в котором у пациентов платинорезистентных по поводу рецидивирующего заболевания сравнивалась комбинация антипиди Л1 с антисети ЛА4, монотерапия антипиди Л1 и стандартная терапия по выбору исследователя. Результаты исследования были впервые доложены на АСК 2019 года. К сожалению, никакого выигрыша по выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости не было получено в сравнении со стандартной терапией ни в одной из исследуемых групп. Единственное различие, которые были достоверны, это длительность объективного ответа в той группе, которая получала монотерапию антипиди Л1 препаратами. Я думаю, что, к сожалению, на основании результатов этого исследования данные препараты, зарегистрированные для нашей патологии, не будут. И самый главный вопрос, который обсуждается в 2019 году, это те последствия прорывов, которые были в 2018 по поводу первой линии терапии метастатического или рецидивирующего плоскоклеточного рака органов головы и шеи. Опять же, хотелось бы уделить внимание назофарингеальному раку. Интересное исследование представлено, опять же, тем же институтом наших китайских коллег. Это лечение метастатического назофарингеального рака, которая представляет на сегодняшний момент достаточно сложную задачу, малоперспективную, но тем не менее. Они все исследование взяли практически 200 пациентов и провели им три цикла индукционной химиотерапии с последующей рандомизацией и проведением одной группы пациентов, помимо последующих трех циклов химиотерапии, лучевой терапии, метастатический назофарингеальный рак. Посмотрите, какой выигрыш был получен по общей выживаемости и по выживаемости без прогрессирования у пациентов, имеющих отдаленные метастазы, но получивших локальное лечение в рамках лечения метастатического процесса. Возможно, об этой опции также стоит задумываться в настоящее время, поскольку вопросы к лечению метастатических форм имеются достаточно большие, и перспективы выживаемости таких пациентов на сегодняшний момент все еще не превышают 9 месяцев. Еще одно исследование, которое представлено группой Гортек, это исследование Эланфит и Элананфит. Оно посвящено персонализации терапии у пациентов старше 70 лет. Ими было предложено специальное обследование группы пациентов старших возрастной группы. На основании этого обследования пациенты либо в первой линии лечения метастатического или рецидивирующего плоскоклеточного рака головы и шеи получали стандартную, но карбоплатин, содержащий режим Экстрим, либо рандомизировались в две группы, если они не подходили для стандартного режима. И одна группа получала цитоксимаб, другая группа получала метатриксат. В общем-то, стандарт зарегистрированный для данной патологии. Но, тем не менее, посмотрите, к сожалению, какие результаты были получены. Те пациенты, которые подходят для стандартного лечения, имели результаты этого лечения, сопоставимые с группами других возрастных категорий. То есть пациенты старше 70 лет, если они подходят для режима Экстрим, они вполне эффективно, с той же эффективностью, что и молодые пациенты получают данную терапию. Но если пациенты не подходят для режима Экстрим, то, к сожалению, никакого выигрыша от назначения ни цитоксимаба, ни метатриксата в монорежиме мы на сегодняшний момент не получаем. Причем это даже не зависит от того первичного статуса, который пациент имеет на входе в лечебное учреждение при выборе тактики лечения. Поэтому, вероятно, для пациентов старших возрастных групп, если они не подходят для стандартной терапии, лучшим выбором будет наилучшая симптоматическая терапия, а не монотерапия даже таргетными препаратами. Интереснейшие исследования, результаты которого были впервые доложены на АСКО 2019 года, это исследование ТП-Экстрим, представленное группой Гортек. И целью, собственно, этого исследования было минимизировать токсичность стандартного режима цисплатина с торпирамидинами в хорошо зарекомендовавшем себя режиме Экстрим. Две группы пациентов, стандартная рандомизация. Одна группа получала стандартную терапию в режиме Экстрим, вторая получала цитоксимаб с введением децитоксела с цисплатином, причем 4 цикла, а не 6, как в режиме Экстрим. Результаты получились хорошие и обнадеживающие, поскольку ни медиана общей выживаемости, ни медиана выживаемости без прогрессирования достоверно в обеих группах не отличалась. Частота объективных ответов была приблизительно такая же, а вот профиль токсичности был значительно мягче в группе, которая получала децитоксел с цисплатином, поэтому, возможно, это последующая опция для тех пациентов, которым нужен минимальный токсический эффект в рамках первой линии лечения. И, конечно же, обновленные результаты исследований Кинот 048, на основании которого производилось сравнение пембролизумаба в монотерапии, пембролизумаба в комбинации с химиотерапией по сравнению с режимом Экстрим, и сравнивались попарно различные группы в зависимости от индекса СПС. В заключении данного исследования, в тех обновленных данных, было однозначно показано, что пембролизумаб с лекарственной терапией повышает и общую выживаемость как в общей популяции, так и в популяции, которая имеет достаточно как высокие, так и низкие индексы ТПС. Длительность ответа будет выше в той группе, которая получает в комплексе лечения пембролизумаб с сопоставимым профилем токсичности. А если мы сравниваем монотерапию, то здесь также наблюдается повышение общей выживаемости, особенно в группе, имеющей высокий индекс СПС. На основании этих данных, которые были проанализированы еще и в 2019 году, в июне 2019 года, Экстрим зарегистрировала пембролизумаб в первой линии лечения опухоли головы и шеи. А 20 ноября 2019 года данный препарат для этой патологии в первой линии был зарегистрирован в Европе. Показания, аннотация к регистрации немножко отличается. Если FDA четко регламентирует дозировку и кратность введения, то Европа нам этого не говорит. Поэтому у меня возникает после всего того, что мы смогли обсудить за эти короткие 20 минут, чтобы мы назначили сейчас нашему пациенту в первой линии терапии на конец 2019 года. Прошу проголосовать. 10 секунд действительно очень долгие. Спасибо огромное за ваши ответы. Я надеюсь, что действительно, судя по тому, что я вижу, возможно, этот доклад имел хорошие цели, и цели эти достигнуты. Действительно, мы будем рассматривать антипедиадин терапию в рамках первой линии лечения. Безусловно, у нас есть перспективы как лечения местно распространенного рака. Огромное количество исследований сейчас проходит, так и рецидивирующего и метастатического рака. Я очень надеюсь, что у нас будет возможность обсудить все эти темы на предстоящем онкофоруме «Белые ночи» в июне 2020 года. Спасибо огромное за внимание. Продолжение следует...